Возле мемориала воинам-интернационалистам в Самаре сегодня многолюдно. Сюда приходит почтить память героев, сослуживцев и семьи погибших. 15 февраля, 32 года назад, из Афганистана ушел последний солдат ограниченной группировки советских войск. В этой стране наши десантники помогали местной власти бороться с вооруженной оппозицией, которую поддерживали страны НАТО. Для Владимира Чуйкова 15 февраля – один из самых значимых дней в году. Это все для меня, потому что это была молодость. А молодость, вы знаете, не возвращается. И дата, она, наверное, частичка меня, потому что это и горестно, и празднично. Ну, наверное, и встреча боевых друзей. У Татьяны Каюковой в Афганистане погиб супруг. Вдова осталась одна с двумя детьми на руках. И таких, как она, в Куйбышеве было немало. Чтобы поддерживать друг друга, создали общественную организацию. Раньше это было и квартиры, и социальные вопросы, там телефоны, кого надо в институт устроить. Сейчас дети уже выросли. Мы как члены семей погибших, ну вот. Ну, у нас какие там льготы? Пенсии, выплаты, ЖКХ, как и у всех. Вспоминали в Самаре сегодня не только ветеранов Афгана, но и всех героев-интернационалистов, прошедших горячие точки, как в нашей стране, так и за рубежом. Мы выходим с предложениями по изменению, по улучшению жилищных условий, социальная защита. У нас более ста выигранных судов к пенсионному фонду и к министерству обороны. То есть у нас положительная практика. То есть мы отставим свои интересы. В памяти героев локальных войн в Самаре на улице Мичурина в 2001 году был установлен мемориал воинам-интернационалистам. На плитах памяти выбита фамилия каждого погибшего солдата, ушедшего на войну из Самары. Сегодня на торжественной церемонии к памятнику возложили цветы от губернатора, городской администрации и общественных ветеранских организаций. Торжественным маршем с оркестром прошел взвод почетного караула. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...